Девушки отдыхают В ноябре выйдет «Нормальный только я», мне очень нравится это название, а в апреле «Трудная жизнь Ивана Семенова». Вместе с ним Михаил Чечельницкий, продюсер фильма «Елки-8». Рады вас безумно видеть в Тюмени в нашей студии. Добрый вечер. Ну вы прямо 100% с корабля на бал. Откуда вы прилетели, если в двух словах? Как настроение? Как Тюмень вас встретила? Откуда ты прилетел, Миша? Я из Москвы прилетел, к счастью. А вот Антон не совсем. Расскажи о своих приключениях. Я прилетел из Ташкента сегодня прямиком. Там плюс 27. Там был старейший международный кинофестиваль «Жемчужина-шелкового пути», где состоялась премьера фильма «Нормальный только я», которую восприняли с овациями, стоя. Я был очень удивлен, я очень переживал. Это был первый массовый показ, такой фокус-группа, где я насчитал 28 косяков, которые сидел, записывал на телефон и понимал, что надо их срочно исправлять до большой премьеры в Москве. Это был четырехчасовой перелет из Ташкента, два часа в аэропорту Шереметьево и в Тюмень. Антон, вас многие до сих пор помнят, прежде всего, по актерской работе, ну не иначе, как реальный пацан для большинства. Как давно грезли о режиссерской работе? И сейчас можете сравнить, что лучше, актерская, режиссерская, сложнее, легче? На самом деле, в жизни все случайно. На самом деле, первое мое высшее образование именно режиссерское. Я закончил режиссуру, второе образование закончил мастерскую Павла Семеновича Лунгина, режиссерскую тоже. Потом я закончил продюсерскую историю Нью-Йоркской киноакадемии, то есть там нигде нет слова «актер». Это была совершенная случайность, когда ребята из Перми, из команды КВН «Парма» выросли в авторов и в компанию «Гудстори Медиа» и создали проект «Реальные пацаны». И у нас так просто закрутилось. И как-то у меня, может быть, чуть больше остальных повезло мне. Меня увидел Тимур Бекмамбетов, и как-то пошли фильмы там и в «Елки», и «Джентльмены удачи», а потом уже больше «Т-34», «Огонь» и так далее. И как-то у меня всегда было, что сказать миру, что сказать людям, и я как-то понял, что пора говорить. И пока мне, конечно, уже комфортнее и удобнее в режиссерском кресле, потому что... Ну, то есть какой-то актерский момент был такой временный, мне кажется, на самом деле. Ностальгии нет по актерству, да? Нет, абсолютно нет. Я сейчас много отказываюсь, конечно, надо признать, я много отказываюсь, потому что впереди очень большие планы у компании «Проспект Мира» у нашей. На следующий год почти около пяти полнометражных фильмов. Я так понимаю, что продакшеном занимается как раз ваша кинокомпания «Проспект Мира». Да. Всех «Елок» или только «Тюменской новеллы»? Всех «Елок». Всех «Елок». Тогда у меня, смотрите, такой вопрос. У нас ведь страна очень большая, прекрасных мест предостаточно. Почему выбирали... По какому принципу выбирали города? Нам, конечно, очень приятно, что вы в Тюмени, но все-таки. Слушайте, на самом деле было непросто, потому что действительно был очень... Очень большой выбор городов, очень много желающих принять участие. И, ну, по большей части, в том числе, мы смотрели по сценариям, которые мы писали, которые нам предлагали, исходили из того, где есть, на самом деле, существующие какие-то, хотя бы небольшие кинокомпании, которые могли бы обеспечить продакшн-сервис. И, ну, скорее всего, по большей части из этого исходили, когда выбирали города, действительно, регионов, которые хотели бы поучаствовать, очень много. Но отзывчивость, самое главное, на самом деле, в моих... Да, приходится делать глубоко. Вы знаете, какая есть история, что... Знаете, как в юморе, все время, когда ты предлагаешь, там, участвуешь профессионально, где-то тебе говорят, слушайте, возьмите вот у нас Сашу, он вообще так классно шутки мочит. Ты берешь Сашу, а Саша перед камерой такой... Вот тут то же самое, с регионами, серьезно, с регионами точно так же. Когда ты прямо все себя в грудь бьют, да мы, да мы, да мы, ты говоришь, окей, мы завтра к вам приезжаем. А они... Нет. Почему? Куда к нам? Мы ничего не согласовали. И так далее. Тюмень такой не оказалось. И надо сказать, что Тюмень вообще одни из самых первых, кто сами там на какой-то, не знаю, киноконференции сколлаборировали с базилевсом, предложили себя, предложили свою новеллу. Здесь очень сильный союз кинематографистов молодежный, как оказалось. Потом, с которым мы познакомились чуть позже, когда нас уже пригласили подключиться к проекту. То есть Тюмень были самыми первыми ребята, которые проявили инициативу. И это важно, потому что, ну, я такой человек, который всегда говорит правду. Очень много регионов, которые потом слетели. Когда мы начали снимать новогодние игрушки, знаете, у нас был перечень реальных регионов, которые говорили, да мы вам сейчас устроим. Мы говорим, ну все, мы готовы к вам прилететь. И он говорит, о, мы не готовы, я занят. И дверь закрывалась, мы такие, ну окей. Пожалуйста, позвоните завтра. Но в таком случае, если вы опираетесь больше на команды, которые есть в регионах, ваша кинокомпания «Проспект Мира», чем она занимается? Это ваш первый такой опыт или были уже успешны? Это сработанная команда, которая уже все-все умеет и учит региональных. Ну, мы на самом деле, получилось так, что мы команда профессионалов, которая собралась не так давно. То есть у каждого из нас за плечами достаточно большой опыт и успешных фестивальных картин, и коммерческих картин, ну разный. А вместе мы собрались полтора года назад, получается. Ну вот, как-то вот мы вместе собрались и с тех пор без выходных. Да. А не то, чтобы мы учим, просто франшиза «Елки», она довольно-таки очень активная. Это такой, знаете, как бы спринтерский марафон, если выражаться спортивным языком, то есть где надо прям навалиться и пробежать стометровку. У нас за плечами у «Проспекта Мира» уже два полнометражных фильма, вот детских впереди еще, говорю, довольно-таки много работы. Но вот предложение там от базилевцев как бы включиться в очень оперативную гонку, это, конечно, некий вызов. Поэтому, конечно, здесь надо прикладывать все свое умение, весь свой опыт. И нельзя сказать, что мы учим регионы. Регионы сами очень активно. Это к тому, вот возвращаясь, о чем я говорил две минуты назад, если регион настроен получать знания, идти с тобой в ногу и сотрудничать с тобой, мы не те снобы, которые приезжаем, говорим, вы ничего не умеете. Ну то есть это не так. Антон, а чем восьмые «Елки» отличаются от предыдущих? Я думаю, сейчас это всем очень интересно. Цифра 8. Да ничем, они не должны ничем отличаться, на самом деле. Они отличаются, возможно, в данном моменте молодой кровью, которую мы очень много вливаем. Возможно, один из вопросов у вас будет по поводу, кто участвует в новых «Елках». Мы понимаем, что вы не сказали про неразглашение. Поэтому нет, там очень много молодых ребят. «Елки» вообще всегда отличались тем моментом, что они открывали молодые фамилии и режиссеров, и актеров. И мы решили пойти по этому же пути. Понятно, что мы оставим каких-то, возможно, ортодоксальных, так скажем, ортодоксальные лица. Но в целом молодежь, очень много молодежи, очень много молодежных историй, и это очень круто. Молодой крови очень много. Вы почувствовали, что Тюмень, на самом деле, это город счастливых людей? Мы так любим это говорить. Вот было такое ощущение? Да, вы знаете, мы когда готовили картину у нас и в Базилевсе, и у нас в проспекте Мира, это ходило просто по всему офису, что мы общались очень много с Анной, с Павлом, с Антоном, и в нашем общении мы все поняли, что мы очень хотим в Тюмень. Ну, серьезно. То есть в какой-то момент мы поняли, что, ребят, нам надо собраться и поехать в Тюмень сейчас. Тут недавно был такой момент, еще расскажу такой инсайт, значит, что сняли новеллу, значит, потом будет новогодняя игрушка, потом обязательно мы сюда приведем с премьерой елок. И мне звонят, говорят, Антон, слушай, надо вы аэропорт открыть в Тобольске. Я говорю, ребята, там Тюмень от меня уже шарахается, вы что, с ума сошли? Есть же другие люди, ну, достойные это сделать. Мы же будем, да, пригласить. Антон сказал, что на самом деле эта новелла, эти елки, это вызов для всех участников. Просто вы пока ехали из аэропорта, как раз говорили, там, Медиаполис, база, да, вот то, что ты назвал Тюменским союзом молодых кинематографистов или союз молодых кинематографистов. Ну, я извиняюсь, если я неправильно сказал. Да, я тоже неправильно сказал. Для них вызов, для нас тоже, да, как там, для органов власти, это тоже определенный вызов. И для вас это тоже оказывается вызов. Поэтому надеемся, что молодая кровь, она не подведет. Тут Антон очень важно сказал, да, мы же на самом деле никого не учим. Мы вот в взаимодействии с ребятами работали очень в партнерских отношениях. И действительно, с учетом специфики того, что далеко не во всех регионах развит кинематограф, у нас возникали те или иные технические проблемы, там, или какого-то такого характера производственного. И то, как ребята решали эти вопросы, они, честно говоря, и нас многому научили. Ну, действительно, так бесстрашно влететь в такую достаточно серьезную историю. Знаете, чем менее, естественно. С таким большим хронометражем, с таким большим количеством объектов. Так это все скомпоновать, сделать, привезти сюда всю эту технику. Нет, ну, это действительно обмен опытом, а нисколько не какое-то назидание. Расскажите, как зарождался проект. Насколько я знаю, изначально от Бекмамбетова поступило предложение снять лишь пермскую новеллу «Елок», а после чего он предложил возглавить проект. Все так? Да, да, все так. Как-то, ну, не знаю, странно, но обычно всегда происходит все как-то так. Странно. Да, мы снимали «Многотрудная жизнь» Ивана Семенова в Перми, и позвонил продюсер телекомпании «Базилевс», да, и говорит, слушай, Антон, мы хотим вернуть елки на экраны. Я говорю, ну, неудивительно, я как бы, я неудивлен. Вот, они говорят, и мы хотим снимать пермскую новеллу. Я говорю, ну, круто. Я говорю, ну, пока сейчас в Перми нельзя ничего снимать, потому что сейчас в Перми снимаем мы. Я говорю, здесь пока занято все. Они говорят, ну, с вами или без вас снимать мы в Перми будем. Я говорю, нет. Лучше вы будете снимать с нами. Вот. И в итоге как-то мы снимали, ну, я всегда с большой любовью, вообще елки меня вывели, наверное, в большое кино. И мы согласились, естественно. А потом как-то неожиданно Тимур позвонил, говорит, слушай, говорит, кому, если не тебе. Да, я говорю, спасибо большое. Как Биг Майбетов участвует в проекте? Это кураторство? Тимур на самом деле человек сложный, творческий, очень сложный дядька, потому что он не был бы таким гениальным, если бы он не был таким сложным. Он не может, естественно, отпустить любимое детище, чтобы его, как бы, я извиняюсь, кто-то где-то слил или испортил. Поэтому, конечно, он своим отцовским взглядом наблюдает, хотя он полностью открестился и, как бы, сдерживает свое мужское слово, что он для себя новеллу елки закрыл, франшизу елки. А когда сейчас она вернулась, он говорит, это делаете вы. Но он такой, как бы, он вообще сначала он просто отошел, и я уже попросил, говорю, Тимур, ну, как бы, так неправильно. Я говорю, я сейчас наснимаю, а потом ты будешь зол, или там что-то не случится, люди расстроятся и так далее. Я говорю, давай какой-то отцовский надзор все-таки оставляй, назовем это художественный руководитель и так далее. Ну, как бы, оставили художественным руководителем. Итак, режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов на этот раз будет осуществлять только общее художественное руководство. Да, вот его цитата. «За 8 лет мы создали настоящую традицию ходить в кино на елки на Новый год. После выхода елок последних зрители буквально завалили нас сообщениями с просьбой продолжить проект. Это совпало с энтузиазмом молодой команды режиссеров и продюсеров, во главе с Антоном Богдановым, которые захотели рассказать новые истории в формате елок. Их идею поддержали. Седьмая часть проекта была заключительная для меня, поэтому елки получат продолжение вместе с новой командой». Конец цитаты. Слушайте, ну в таком случае вот такой вопрос. Михаил, ну не страшно было браться за эту франшизу? Ведь надо оказаться, ну как минимум, лучше предшественников, а их целых семь. Ну мы себя не сравниваем. Ну каждая, каждая все равно часть ее... Ну зритель-то сравнивает все равно. Ну это право зрителя, вы же спросили про мои отношения. Мы, мы, вот наша команда, мы стараемся себя не сравнивать. Мы делаем свое дело, мы делаем так, как нам кажется хорошо. Мы советуемся с нашими старшими товарищами, которые наставляют нас, естественно. Но сказать, что мы переживаем за то, что можем оказаться хуже, ну нет, не могу сказать. Точно, этого нельзя делать. Есть такой момент, что если бы сейчас с елки не вернулись, кто-то бы молодые, амбициозные ребята из другого кинематографа, не знаю, из других регионов это бы сделали. Потому что есть реально какой-то недостающий пазл. Вот реально, в Новый год недостающий пазл сходить в кино на отечественный фильм, где не будет как бы пьяной ржаки. Это очень страшная история, когда кинематограф где-то лет 10 назад очень сильно скатился в пьяную комедию. Когда любой юмор был основан только на пьянке. И вот, к сожалению, иногда эта тенденция продолжается в Новый год, выстреливают такие не сильно успешные коммерческие как раз фильмы, которые несут только момент, напились и стало весело. Нет, елки не такие. И вот этого пазла реально два года как будто не хватало. Мамам, папам, семьям, когда семья поругалась, поссорилась, пошли, сели грузные, посмотрели, в процессе обнялись, поцеловались, вышли довольные, счастливые. Все как у нас, самое главное. Полтора часа счастья, вот реально, полтора часа счастья. Если бы сейчас, не знаю, мы бы не взялись, кто-то бы это обязательно сделал. Поэтому действительно сравнение, оно не то, чтобы как бы неуместно, оно... Новый год для каждого свой. И мы постараемся не упасть лицом в грязь, а быть может даже не то, чтобы нужно дотягиваться до какой-то планки. Просто сделай этот фильм, как тебе нравится в Новый год. Вот как ты кайфуешь в Новый год в шерстяных носках у елки дома, зайчикам в семь лет. Вот перенеси это тепло в фильм, и люди оценят. Получилась у вас вот эта история? Получилось перенести это тепло? Ну, как говорится, экран покажет. Ну, внутреннее ощущение всегда есть. По ощущениям очень много сейчас говорили и комментировали, что вот это ощущение новогоднего чуда, даже когда ты выходишь на площадку, и что, в принципе, за такие короткие сроки это случилось, а во-вторых, что летом есть снег, что есть вот эта атмосфера, даже на съемочной площадке было уже понятно. Поэтому сейчас действительно 16 декабря это выйдет на суд зрителя, и там же посмотрим на то, что мы работали все честно, я думаю, ребят про это тоже говорили, и все продакшн-компании, которые участвовали, и сделали максимально, что для этого возможно, это действительно так. Массовые сцены, понятное дело, самые сложные и интересные. Готовы эмоционально? Да, очень круто на самом деле. Мы когда снимали второй фильм сейчас, мы даже первый-то снимали, у нас оператор, наш великий мэтр Олег Лукичев говорил, Антон, первый фильм, зачем ты взял массовые сцены? Дети, ты с ума сошел? Возьми два мужика, сидят за столом, разговаривают, все хорошо, это дебют, ты справишься. Какие массовые сцены? Но первым очень круто себя проявило, Красноярск проявил, Зеленоград, и я думаю, что и Тюмень тоже. Это на самом деле не намного сложнее, чем сцена, как раз наоборот бывает, знаешь, когда вот надо вот наоборот нерв достать. Люди очень сильно реагируют, Новый год настолько народный праздник, что люди с такой отзывчивостью идут. Невероятно, ты наполняешься, я нахожусь на высоте 30 метров, я прямо чувствую эту энергетику, когда люди вот так вот смотрят, и просто с Новым годом, ты думаешь, блин, он наступил. Слушайте, а будет как вот эта массовая сцена чем-то отличаться от сцен у нас в Тюмени, которые были в Красноярске, в Перми? Конечно, формой. То есть другая совершенно? Да, мы делаем... Это опять секрет, да? Нет, почему? Какую форму мы делаем завтра? Напомните мне. Круг. Это шар, большой новогодний шар. И в центре будет красивый орнамент такой. Да, да, классно, да. В каждом городе. Это будет огромная ёлка, вот такая какая-то ёлка, на которой будут висеть новогодние игрушки. И у вас будет новогодняя игрушка с фирменным вашим, прямо этим, нам прямо не оставили выбора. Сказали либо так, либо никак. Я думаю, что этого события ждут многие тюменцы. У вас сейчас есть возможность? Что вы меня сразу так сливаете с этим моментом? Мы сейчас идем на логотипе визитюма на Соболе, скрывать не будем. Вообще очень много. Кстати, у нас игрушка, она действительно особенная, потому что все обычно же как стараются, там, контур есть, и люди заполняют этот контур изнутри. Но мы же, Тюменская область, мы же должны обязательно постараться что-нибудь заставить, обязательно этого Соболя оставить. Да, не, ну круто, кстати, хорошо, почему нет? Да, у нас будет наоборот, у нас будет игрушка, и рисунок будет образовываться за счет пустоты внутри. Поэтому, да, на экране мы тоже будем отличаться. Что-то будет волшебное. Явно будет интересно. Да. У вас есть возможность, глядя в одну из наших камер, прямо напрямую к тюменцам обратиться и рассказать, как именно, что нужно сделать, чтобы принять участие в съемках фильма. Ой, слушайте, я могу ошибаться сейчас технически. Анна, лучше вас это никто не сделает. Я думаю, Антон, вам надо просто таким подымом. Скорее всего, я могу прямо догадываться, Анна. Скорее всего, нужно зайти на сайт. Мойпортал.ру Вот, отлично. Заполнить анкету, правильно? Приложить копию ПЦР. Копию ПЦР, это я бы сказал, да. Копию ПЦР, либо данные о том, что вы в течение полугода отчитались перед, значит, перед миром, да, переболели, перед ковидом отчитались. Либо, что у вас есть тест, который 72 часа действует. 48 часов. Все, 48, спасибо. Либо о вакцинации. Вакцинация, да. Ребят, у нас столько поддавков, пожалуй, бери, не хочу. Слушайте, а вы, Антон, обратитесь с посылом. Это мы сейчас, я вам все расскажу еще раз, вот с таким, с такой душой, чтобы завтра все проснулись и поняли, что вот если не приду на съемки, что-то в моей жизни будет не так. Это круто, спасибо, Аня, большое, потому что я когда прочитал историю вот этой большой схемы, я прям испугался. Очень хочется сказать, чтобы тюменцы вот этого не боялись. Что произойдет, если вы не придете? Возможно, когда вы увидите в Инстаграме заваленные просто страницы новогодним настроением, вы реально разочаруетесь, если вас не было. И я прям советую вам завтра приходить, потому что статистика вещь серьезная. И три года, три города, которые сейчас уже, в которых мы снимали, ну я серьезно говорю, я был ошеломлен тем потоком энергии, счастья и настроения, которое исходит от горожан. Это очень круто. Одевайте, надевайте на себя новогоднюю одежду, колпаки, мишуру, берите лыжи, сноуборды, санки, варежки, приходите. Самое главное, не мерзнете. Я как большой борец за безопасность против бенгальских огней. Но иногда народ не остановить, но я прям рекомендую их не брать. Ну, я считаю, что это опасно. Вот, хлопушки, пожалуйста, и приходите с новогодним настроением, с детьми, и мы обязательно сделаем, ну прямо, вау. Я вам обещаю, как режиссер, который будет сидеть на люльке и сделает все это. Ну, а я сейчас обобщу всю эту историю и расскажу, как попасть на съемки. Для этого нужно зайти на сайт мой портал, раздел проект «Елки Тюмень», заполнить анкету и прикрепить сертификат о вакцинации. Либо о перенесенном заболевании COVID-19 в последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 48 часов до съемок. Получить на адрес электронной почты приглашение, приготовить зимние вещи, шапку, пуховик, шубу, перчатки и новогоднюю атрибутику – мишуру, бенгальские огни, лучше не брать, нам сейчас тут сказали, шапку Деда Мороза. И прийти 2 октября к 19.00 и показать приглашение на площадь к драмтеатру. А 2 октября – это уже завтра. Это завтра, да, сегодня. Субботу – завтра. Мы очень ждем, на самом деле, честно, это огромное счастье быть в наших родных регионах, в нашей родной стране и испытывать вот то… Ну, я уверен, что такого не повторится в моей там режиссерской карьере, возможно, точно никогда. Поэтому, действительно, ребят, приходите, вы не пожалеете, я искренне это говорю. Мы завтра получим огромное удовольствие на площади. Ну что ж, у нас уже вчера к концу дня было тысячи человек, которые подали заявки, все это соответствовало, поэтому… Да круто, я уверен, Тюмень не подведет, это же сибиряки. Конечно. Пришло время прощаться. В Тюмени снимают продолжение легендарной франшизы «Елки». Имя звездных актеров по-прежнему в секрете, как и сюжет. Но некоторые детали в ходе сегодняшнего эфира нам удалось выяснить. Тюмень в очередной раз прогремит на всю страну благодаря своим термальным источникам, крепким морозам и горячим сердцам и добродушиям сибиряков. Больше всего локаций, самая внушительная массовка, самые звездные актеры. Мы точно знаем, где вы будете 16 декабря. На премьере фильма «Елки-8». С Новым годом, что ли? Ну и давайте хлопнем все вместе, да? Смойся! Смойся! Вот, ребята, и вот так завтра будет! Это моя!